В Российском Союзе промышленников и предпринимателей выступили против предложенного Минфином повышения налогов. Как правительство планирует бороться с укреплением рубля? Российские компании планируют выплатить рекордные дивиденды. Но при этом российский фондовый рынок в последнее время показал весьма значительное падение. В Москве снизились цены на вторичное жилье, ждать ли обвала рынка, недвижимости. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать, всем бодрого начала дня. В эти выходные, субботу, воскресенье, 8-9 июня у нас будет день рождения инвест-клуба «Финанс-1». И будет большая встреча, посвященная этому событию. Я буду рассказывать про тренды в мире инвестирования, в самых разных стратегиях. Что происходит на рынке недвижимости, чего ожидать. Что будет в свете текущей высокой ключевой ставки. Как будет там с облигациями, с акциями, с зарубежными активами. Стоит ли инвестировать в бизнес-проекты и многие другие направления мы с вами обсудим. Кроме того, буду рад вас увидеть, если кто-то хотел подписать книгу, сфотографироваться. Все это будет можно реализовать. Под видео будет ссылка, если актуально присоединяйтесь. И давайте перейдем к графикам. Российский фондовый рынок довольно сильно просел в последнее время. Ключевые причины этого падения это ожидание повышения ключевой ставки. ЦБ сказал, что нужны более жесткие меры. Ну а кроме того, повышение налогов, в том числе увеличение налога на прибыль. Которое ожидается повышение с 20 до 25%. То есть у компаний будет оставаться меньше денег для выплат инвесторам. Американский фондовый рынок, ему все ни по чем. Они продолжают рост. Нефть просела также. Уже 77 примерно долларов за баррель. Это также отрицательный фактор. Для российского фондового рынка, как и для российского бюджета. Которому будет не хватать денег в большей мере. И соответственно текущее повышение налогов становится все более и более актуальным для государства. И доллар США, который у нас ушел ниже 89 рублей за доллар в текущий момент. Что опять же государству не слишком выгодно. Они хотели бы, чтобы он был несколько выше. Ситуацию с долларом, кстати, тоже 8 числа. В субботу буду комментировать. Если сможете, присоединяйтесь. В Москве в гостинице Измайлова будет проходить встреча. А вот биткоин, наоборот, пошел наверх. Преодолел планку в 70 тысяч долларов в очередной раз. Ждем, что будет далее. Особенно на чуть более длинном горизонте. Один год и более. Пробьет ли цифру в 100 тысяч долларов. Напишите, вот как вы считаете. Пробьет или нет. Или к концу года 2024 сколько будет стоить биткоин, на ваш взгляд. В Минфине рассказали о предложениях сделать налог для богатых еще выше. Представляете, мало депутаты предлагают. Настаивают даже более того на более жестком повышении налогов, чем те уровни, которые предложили в Минфине. Минфин же выбрал более мягкое повышение. И считает предложенные налоговые ставки вполне взвешенными, сбалансированными и соответствующими запросам общества. Но такую риторику мы помним еще со времен повышения пенсионного возраста. Примерно то же самое говорили, что когда его повысили пенсионный возраст, то, мол, могли еще сильнее повысить. А повысили всего лишь до 65 лет. Знаете, как в фильмах и детективах принято хороший полицейский и плохой полицейский, которые ведут дискуссию и раскачивают подозреваемого. Так вот у нас в предложениях наших финансовых органов плохой полицейский еще хуже. А теперь истинная причина всех этих телодвижений. Бюджет может получить 18 триллионов рублей от улучшения, так и написано, от улучшения налоговой системы. Именно так предлагается именовать повышение налогов улучшением налоговой системы. Хотя о новостях о таких улучшениях некоторым весьма поплохело. Но тем не менее государство с 25 по 30 год получит дополнительно 18 триллионов так нужных сегодня стране рублей. Поэтому когда идут разговоры о том, что это чтобы было справедливо, чтобы от богатых и к бедным перераспределить. Не забываем, что на самом деле вот он корень всего этого дела, что нужно 18 триллионов рублей. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей предложили Минфину пересмотреть предложенные налоги в сторону их уменьшения. Что было 13 процентов до 5 миллионов. 5-50 миллионов, что было 15 процентов. А далее 18 процентов в предельную ставку. Но Минфин на это предложение ответил уклончиво. Что предложенные ранние ставки сбалансированные. Сохраняют налоги не столь высокими по общим мировым меркам. Идите вы союз предпринимателей в другое ведомство, а не в Минфин. Правительство смягчит требования по обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Это к вопросу о том, что рубль начал слишком сильно укрепляться. Слишком сильно так, что государству это не нравится. Им нужен более высокий курс. Чтобы опять же денег хватало. Чтобы по более высокому курсу конвертировать валюту, полученную от продажи нефти, газа, металлов, зерна и прочих экспортируемых составляющих. Так вот, сейчас действуют требования об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. То есть они обязаны то, что они заработали в валюте, внутри страны продать. Так вот, теперь хотят несколько поправить это правило. Чтобы не всегда они обязаны были продавать валютную выручку. Почему это сегодня актуально? Потому что валюта приходит внутри страны. А пользоваться ей довольно сложно. В частности, из-за того, что китайские банки стали гораздо менее охотно работать с российскими компаниями и чаще вставлять палки в колеса. Поэтому пытаются, то есть приток долларов сейчас большой, а тратить их некуда. Чтобы приток был не такой большой, хотят компаниям позволить не всю выручку продавать. Вот так у нас идет балансировка. То есть тот доллар уполз к 100 с лишним рублям. Экспортеров начали заставлять продавать валютную выручку. И теперь его шатнуло в обратную сторону, хотят отменить. Никак у нас не получается нормально начать это дело балансировать. Хотя понятно, что тут, конечно, внешняя обстановка не способствует стабильности. Россия видит во введении Евросоюзом пошлин на российское зерно нарушение норм ВТО. Сказал постоянный представитель России при Евросоюзе. И считает, что это все нарушает эти самые нормы. Но сейчас у стран столько претензий друг к другу по нарушению норм ВТО. Что, думаю, в офисе ВТО скоро просто все письма от них в спам будут сразу направлять. И не усложнять себе жизнь. Крупнейшие российские банки планируют объединить данные о счетах. В пилотной программе будет Сбертиньков, ВТБ и Альфа-банк. И клиенты смогут видеть в едином месте, в каком-то едином кабинете, сразу все свои счета, продукты в одном банковском приложении. И выполнять транзакции между ними, вести учет доходов и расходов, получать выгодные инвестиционные предложения от банков в едином приложении. Будет такой супер-мега Сбербанк. И это улучшит их финансовое планирование, контроль за средствами. Вся информация будет под рукой у клиентов, ну и понятно, у интересующихся этим вопросом госорганов. Скорее всего тоже все будет под рукой, все будет сразу четко и понятно видно. В России вырастет дефицит бюджета. Минфин посчитал и переоценил дефицит бюджета на 2024 год. Он составит теперь уже поболее 2,12 триллиона рублей. Это опять же к вопросу о том, зачем нужно повышение налогов, чтобы закрыть дыру в бюджете, которому денег не хватает. Тинькофф инвестиции предсказали 5,1 триллиона дивидендов в 2024 году. Это будет на 66% выше показателя 2023 года. Дивидендов будет много, но эти дивиденды надо как-то забрать обратно. Вот для этого собственно и сделано увеличение прибыли. Вернее увеличение налога на прибыль, чтобы меньше дивидендов платили. Но и увеличение НДФЛ, чтобы забрать собственно вот эти вот излишние дивиденды в большем объеме в пользу государства. Но в некоторой степени это и попытка бороться с инфляцией. Поскольку представьте сейчас высокие ставки по депозитам, по облигациям, по дивидендам. Дивиденды довольно высокие ожидаются. И вот вся эта денежная масса оказывается на руках у людей. И они идут что-то покупать. Объем денег на руках у людей увеличился. Предложение особо не увеличилось. Это порождает рост цен. Но вот чтобы не было избыточного роста цен, надо забирать излишние деньги в пользу. Понятно кого. Египет сократил поставки картофеля в Россию. И тем самым спровоцировал рост цен на рынок. Немногие знают, что Россия оказывается закупает картофель в Египте. Поэтому стоит задуматься, если вдруг будете возвращаться из этой замечательной страны. Может быть предусмотреть местечко в чемодане под пару ведер этого местного деликатеса. При этом в самой России посевные площади картофеля в ряде регионов сократились. Из-за того, что картофель не слишком экономически выгоден. Выгоднее другие культуры выращивать. А картофель везти из Египта. США останавливают разработку новых газовых месторождений. Из-за чего в Европе начали волноваться. Поскольку у них цены на газ сейчас подрастут. На сжиженный природный газ. На который их подсадила Америка. После того, как перекрылись поставки из России. Теперь Европа закупает сжиженный природный газ в Америке. А та еще и цены начала поднимать. В общем это шикарный ход на самом деле с точки зрения доходов этой страны. Интересная новость про миллиардеров. 93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей тещи Романа Абрамовича. Ей 67 лет. Елене Жуковой. Свадебная церемония прошла в поместье Мердока в Калифорнии. Пожелаем счастья молодым, если это уместно. В данном случае так сказать. На Питерском международном экономическом форуме обсудят переход к новой модели мировой экономики. К новой многополярной модели. Поскольку сейчас как бы она такая монополярная вокруг Америки вся крутилась. То в текущий момент страны пытаются как-то перестроить эту модель. Подвинуть Америку с ее долларом. Который они начали очень лихо печатать в последнее время куда-то в другую сторону. И как-то иначе начать жить. Но вот Россия хочет свой вариант предложить. Насколько с ним согласятся другие страны. Пока вопрос. В Москве снизились цены на вторичное жилье. Я уже представляю как потирают руки те, кто ждет обвала цен на квартиры. Можно обрадоваться. Свершилось. Цены снизились на 0,1%. В старой Москве. При этом сталинки напротив подорожали на 0,3%. Но панельные дома советской постройки подешевели на 0,4%. В среднем получилось вот где-то минус 0,1% по стоимости вторичного жилья. Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья. На начало июня 2024 года в лидерах самолет взлетел на первое место по объемам стройки. Хотя локации у этого застройщика такие зачастую, что они полностью оправдывают свое название туда. Иначе как на самолете не долететь. Поскольку выезды один и по узкой дороге. По крайней мере я нередко сталкивался с такими ситуациями. Я тоже у самолета покупал некоторые объекты. Но в основном потом их продавал. Покупал на котловане. Продавал потом, когда достраивался объект. Но все же развиваются они активно. И уже на первом месте. Пик на втором. Продажи крема, который протестировал в феврале Владимир Путин, выросли на 40%. Представляете? На февральском форуме Агентство стратегических инициатив. Президент России Владимир Путин протестировал некий крем. Так вот продажи этого крема выросли сразу на 40%. Сложно, конечно, сказать, насколько тестирование на руке президента помогло продвижению крема для лица. Вряд ли в рекламных лозунгах будет уместно говорить, что ваше лицо будет мягким, гладким и шелковистым, как рука Путина. Хотя если такой маркетинг работает, как мы видим, плюс 40% к продажам. То может быть в какой-то момент в Литуале или где-то еще наряду с Дженнифер Лопес амбассадором увидим Владимира Владимировича. Как распознать дипфейк? Технология наложения чужого лица на видеоизображения все чаще и чаще используется мошенниками. То есть нейросети сейчас очень лихо начинают генерировать аватары, крайне похожие на того, кто на самом деле говорит. И использовать это для того, чтобы вымогать каким-то образом деньги. Но представьте, вам приходит где-нибудь в мессенджере видео сообщение от вашего родственника, который говорит, что срочно надо ему перевести деньги, поскольку он попал в сложную ситуацию. Что рекомендуют эксперты из лаборатории Касперского? Если разговор происходит в реальном времени, нужно попросить собеседника покрутить головой из стороны в стороны и поднести руки к лицу. Давайте прямо сейчас проверим, что я реальный, а не с генерированной нейросетью. Старбакс обратились в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков. Старбакс кофе, Старбакс просто на английском, Фрапучино и некоторые другие. Поскольку если товарный знак не используется правообладателем в течение трех лет, то любое заинтересованное лицо может обратиться в суд по интеллектуальным правам и отменить такой знак. Но, как видим, Старбакс, видимо, не совсем хочет уходить из России, хочет сохранить за собой право использования товарных знаков. Ну или, по крайней мере, чтобы на просторах России не начали открываться заведения типа Starbucks'ы точка, лучшая кофе и шаурма Тульской области, не вытеснили великий бренд. Друзья, если выпуск был для вас полезен, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите колокольчик, напишите комментарий в поддержку канала. Будем вам за это благодарны и напоминаю, что в эти выходные, 8-9 июня, суббота, воскресенье, будет большая встреча клуба «Финанс-1» в Москве. Вживую можем с вами встретиться, пообщаться. Я буду много всего интересного рассказывать и мои собственные уроки, чему я научился за прошедший год в инвестировании, и тренды инвестиционные. Ну и много всего еще интересного. И, конечно же, общение с реальными инвесторами будет несколько сот человек из нашего клуба. Плюс мы также рады будем видеть и тех, кто пока не члены нашего клуба, тоже можно будет присоединиться. Ссылка есть под видео. Присоединяйтесь, жду вас на этих выходных.